Всем привет! У меня полным ходом идет перестановка. Я что-то тупанула и не начала снимать с самого начала. В общем-то, сейчас у гостиной вот такой вот бардак. Сейчас я убрала вот этот вот огромный мой стеллаж. Кто смотрел мое прошлое видео, помнит, как тут у меня все было. Я вставлю фотографию, если что. Куда я поставила стеллаж, я покажу чуть позже, когда уже все закончу. И сейчас у меня уже накопился целый огромный пакет мусора. Там у меня в основном косметика, коробки от палеток, в общем-то, просрочки дофига. Стараюсь освободить как можно больше пространства, потому что места становится все меньше и меньше. Я покупаю кучу новых кукол, которые у меня уже не помещаются никуда. Вот. Стол сейчас будет вставать туда. Я там помыла только что полы, помыла стены. Стол встанет туда. Вот этот стеллаж. Я не знаю, его, может быть, к стене поставить или оставить здесь. Надо подумать, может быть, и так, и так подвину, посмотрим. Вот. Тут куча коробок из стеллажа. Да. Давно я снимала видео, поэтому я решила хоть как-то начать. Еще у меня есть вот такой вот ящик с косметикой. И, если честно, я этим ящиком вообще не пользуюсь. Сейчас покажу, сколько там косметики. Вот тут целый ящик с палетками. Тут у меня куча еще палеток, но уже маленьких. Здесь у меня всякие однушки теней. Здесь хайлайтеры, бронзеры. Здесь спонжи, даже есть метеориты, герлен, которым уже лет 10. Ну, души джабы, конечно же, их выкинуть. Здесь румяна. И здесь тональник. Вот. Мне очень хочется избавиться от этого ящика. Но очень жалко выкидывать косметику. Хоть, да, скорее всего, там уже большая часть просрочилась. Но к сухим текстурам это особо не относится. Кто из вас выкидывает огромные палетки теней через 3 года? Вот. Я не знаю, кто. И пользуюсь я в основном вот этим вот ящиком. Тут у меня вообще куча всего намешана. И отсюда я беру косметик. Тут у меня вот некоторые палетки. Пудра. Хайлайтер мой самый любимый. Wet n Wild. Вот. И тонем сейчас я вот этим пользуюсь. Max Factor очень такой легенький. Его вообще не видно на коже. Скорее всего, я как-то разложу эту косметику вот в этот комод. Или в тот. В общем-то, надо думать. Просто у меня этот комод полностью забит. Тут у меня разные документы. Барахло всякое. Здесь типа канцелярия. Здесь типа электроника. Там не буду показывать что, но он тоже занят. И тут в этом ящике. Тут у меня ящик с масками. Тут всякие резинки, украшения. Здесь расчески, сухие шампуни. Тут запасы подводок, консилеров. Здесь лаки для ногтей, пилочки. Здесь куча лаков. Вот очень хотелось бы разгрузить вот этот ящик. Оставить буквально одну коробку, наверное, лаков. Но тоже жаба очень сильно душит. Вот здесь, сюда как раз я сложила уход. Из стеллажа, который стоял рядом у стены. И тут плойки фены. И в нижнем тут иголки, средства для депляции. Кис с кисточками. И тут банка со свечками. В общем-то, все забито. Места нет. Надо еще кучу всего лишнего выкидывать. Попробую это сделать. Как, ну, ставить вообще не вариант. Потому что тут у нас очень сильно выпирает подоконник. И происходит вот такая вот ситуация. Поэтому комод остается стоять около дивана. А к окну я поставлю стол. Я не знаю как, но мне удалось освободить полностью этот ящик. И я засунула косметику вот сюда. Фокус. Тут у меня румяшки. Тут у меня палеточки, хайлайтеры, бронзеры. Здесь однушки теней. Сбоку поместились пудры. Тут палетки с тенями. И в нижнем ящике у меня получилось вот так. Там всякие спонжики, кисточки. Тут, как и было, подводки и карандаши. Здесь консилеры запасные и тональники. И тут большие палетки. Очень жаль, но я выкидываю кремовый бронзер от Chanel. Мне он очень нравился, но ему уже лет, наверное, 7. Там его очень много. Я когда его купила, я очень часто им пользовалась. Но сейчас я вообще не делаю коррекцию, потому что постоянно в масках. И это не актуально. Он даже уже от краев отошел. Но бронзер очень клевый. Не знаю, продается он до сих пор или нет. И упаковка просто суперская. Жалко, конечно, выкидывать, но он уже точно тухлый. И от MACA праймер для глаз. Paint Pot Painterly. Там тоже еще очень много. Но он уже странно пахнет. И тоже, видите, он по краям отошел. Так что точно на выброс. И спустя много-много дней, наконец-то, я снимаю итог перестановки. Вот так вот у меня получилось. Получилось намного больше места теперь в комнате. Открывается полностью проход к окну. Так как я живу на первом этаже, чаще всего шторы зашторены. Ну, в общем-то, как-то так получилось. Давайте уберу кресло. Сейчас выглядит мой стол вот так вот. Постаралась убрать все лишнее. И что у меня осталось на столе? Это стоит моя грамота с языки. Подсвечник. Домик. Мне очень нравится то, что он закрытый. И я не боюсь оставлять горящую свечку. Она сама потом потухает. Ничего не загорится. Очень безопасный подсвечник. Я прям рада, что его купила. Лошадка пробковая. Еще одна свечка языки из лимитированной коллекции. Кукла Рэмол Хай. Я ее только вчера распаковала. Кстати, распаковку я загрузила в свой ТикТок. Который я веду раз в год. Это Вайлет. Из первой серии вообще я не очень как-то ее оценила. Но потом рассмотрела и все-таки решила взять. Мне изначально не нравилась ее челка. Но сейчас смотрю и вроде бы неплохо. Мне очень нравится, что у нее длиннющие волосы. Я в восторге от ее милейших носочков. Просто прелесть. И мне нравится именно вот этот вот аутфит. Это ее второй аутфит. В первом аутфите у нее там шубка, платье с блестками. Вот это мне намного больше нравится. Такая розовая кожанка. Одновременно и милая девочковая, и грубая рокерская. Я в восторге. Я уже помыла ей волосы. До этого они были полностью в лаке. А сейчас все так гладенько и приятно. Так, там кроется зеркало для макияжа. Так, мой компьютер. Коврик у меня с братс, конечно же. Наконец-то я себе на стол поставила вот эту вот лампу из Икеи. До этого у меня была лампа, которая крепилась к стеллажу, которая мне совершенно не нравилась. А это красивая такая хромированная лампа. Обожаю ее. С помощью нее я также с утра крашусь. Тут стоят мои кисти для макияжа и всякие вытянутые предметы для макияжа. Дальше стоит мой комод Алекс, в котором вся косметика. Там я показывала уже, что у меня хранится, ничего не поменялось. И, конечно же, звезда из Икеи. Вообще не собиралась ее покупать, но потом увидела ее в отделе целенных товаров и решила взять. И также тут стоят куклы. В коробке лежат братцы, которые ждут своей помывки. Мне кажется, они тут лежат уже больше полугода. Все, никак руки не дойдут, потому что тоже хочу снять видеоролик. И новая Rainbow High это Kaya. Вообще она была эксклюзивом какого-то магазина американского, но сейчас ее можно легко купить в открытом доступе. Я ее заказывала на Алиэкспресс у русского магазина. Тоже пока не хочу распаковывать. Очень нравится она, как выглядит в коробочке. Сейчас ездила сбирать с Авито вот такой вот огромный дом. Это дом для братца. Я рядом поставила братца для сравнения. Вы можете сравнить его габарит. Он просто огроменный. Я не ожидала, что он такой большой, поэтому даже пришлось вызвать такси, чтобы до дома доехать. Выглядит он внешне просто потрясающе. Я, конечно, не собиралась покупать ничего подобного. Но за 1200 рублей огромный дом, еще и с мебелью я не смогла устоять. Я не знаю, зачем он мне. Возможно, я его потом продам. Но выглядит он просто потрясающе. Какой же он детализированный. Такая красивая крыша. Он раскладывается, но решила сначала показать вам фасады. А вот эти вот окошки с решетками. Вау, это просто. Так, давайте покрутим его. Такой красивый балкон. Не хватает вот тут двери, но это совершенно не проблема. И сзади вот такой вот вид. Окна не открываются. Ну, да ладно. Я просто не могу. Я просто сумасшедшая. Зачем я его купила? Я не знаю. Вот такой. Блин, я в шоке. Осталось придумать, где его хранить. Тут есть номер дома 586 и логотип Братс. И внутри куча разной мебели. Причем не только Братс. Братс точно вот этот вот прекрасный диванчик. Он такой тяжеленький. Прям плотная резина. Вот эта подушка, как я понимаю, наверное. Так. Еще здесь от Братс касса. Смотрите, она еще даже рабочая. Там батарейки. Можно пробивать товар и выписывать чек. Блин, так круто. Есть экранчик с каким-то меню. Блин, вообще так клево. Вот эта лампа. Не знаю откуда. Не подписана. Возможно, из этого набора. И от Братс вроде бы все. Дальше есть мебель от Барби. Ой, стул полетел. Три стула от Барби. Вот такой высокий. Такой обычный. И вот такой прелестный. Кстати, я хотела какие-то стульчики, чтобы поставить в витрину и посадить некоторых кукол своих. Дальше вот это непонятно что. Тоже какая-то витрина Sweet Store. Вилка одна. Какой-то непонятный тортик. Детская вот эта вот штучка. Как она называется? Мобиль. Не помню. И бутылка. Так, и кровать. Это одеяло. Вот это, наверное, подушка, хотя я не уверена. И кровать Барби. То есть вот такая вот красивая ткань. И вот тут интересно так открывается. Не знаю, зачем в кровати. И тут у нас сама Барби. Возможно, это телевизор. Не знаю. И последнее. Это от Ever After High. Вот тут значок Ever After. Очень красивый прям стул. Вообще. И столик. Столик тоже, как я понимаю, от Ever After. Потому что тут за боку вот розы. Как на стуле. Такой прелестный столик. В общем-то, конечно, играть я не буду. Но мне все равно греет сердечко. Возможно. Потом я все это продам. Но мне безумно нравится, как сам дом выглядит. Я его буду держать в закрытом виде. И тут, кстати, есть какие-то батарейки. Сейчас я их поменяю. Возможно, это дискобол крутится. Сейчас проверим. Итак, я ставила батарейки. Давайте проверим, что же это у нас за чудесная кнопочка. О, это освещение, оказывается. Вау. Ну и вроде бы все. Больше ничего не горит. А дискобол крутится вот так вот пальчиком. Механически. Я поставила дом на стеллаж с куклами. Сейчас он выглядит еще огромней. О, Господи. Я не знаю, куда его ставить. Это кошмар. И пока придумала вот такую вот композицию. При входе стоит Ясмин. И сверху на балконе чередца. Две братских. Хлойки. И на этом все. Вот такое вот видео у меня получилось. Надеюсь, вам оно понравилось. Представьте свои комментарии. Постараюсь все-таки продолжить вести свой YouTube-канал. Очень-очень поэтому скучаю. Пишите комментарии. Ставьте пальчики вверх. И спасибо за внимание. И всем пока.